Как сделать вкусный репортаж, организовать рейтинговые ток-шоу и писать так, чтобы тебя не пролистывали в соцсетях? Четыре дня опытом с сотрудниками нашей телерадиокомпании, пресс-секретарями муниципалитетов и различных ведомств делились коллеги с Первого канала. Как это было, смотрите далее. Вы красивы, вы красивы, почему же нам провести этот день вместе? Для телеведущего одной красоты мало. Чтобы зритель любил и смотрел, надо чем-то зацепить. Александра Смола знают по программе «Видели видео» на Первом канале. Секрет успеха коллеги – чувство юмора. Я не боюсь быть смешным. Я думаю, что если я облажаюсь, я должен это признать. И иногда по нашим ошибкам нас запоминают. Дыхание, тембр голоса, грамотная речь. Над этим ведущие и корреспонденты работают постоянно. Ирина Пудова показала свои фирменные упражнения, а мы тренировались вместе с ней. Уважаемые телезрители, ну вот где вы еще видели наших ведущих новостей Маргариту и Юлю? Вот в таком виде, с раздутыми щеками, да? Что называется, Юля будет дуть. Дело в том, что дуем сейчас на листочке. Мы не просто так. Мы выполняем упражнения на дыхании. У нас проходит мастер-класс от наших коллег с Первого канала. Это для того, чтобы сделать наши новости еще интереснее для вас. Мне очень понравилось, что запрос от ваших журналистов, от местных журналистов исходит очень грамотный, очень конкретный и очень тонкий. То есть с сознанием дела. Мы общались на одном уровне. Это очень важно, потому что ты понимаешь, что здесь, в зале, да, как бы с той стороны сцены, профессионалы. Профессионалы знают, что нужно зрителям. Интересные человеческие истории, добрые репортажи востребованы сегодня как в телеэфирах, так и в социальных сетях. Там, где боль, там всегда история. Там, где боль, там и добро. И вот ищите вот добро, там, где можно и не больно. Теория без практики – пустой звук. Пришло время показать на деле, на что способны местные журналисты. Записываем видео на месте. Появление корреспондента в кадре на профессиональном сленге – стендап. Спустя семь лет снова сесть за парты. В эти дни корреспондентов и операторов национального телевидения «Чуваши» пытаются обучить коллеги из Москвы. Прямо сейчас мы записываем стендапы. Отлично у меня пошел девятый дубль. Четыре дня интенсивных лекций и мастер-классов. Каждый день новый спикер. И, конечно же, какое обучение без практики. Вот прямо сейчас я и мои коллеги выполняем задания от наших спикеров с Первого канала. Вот, посмотрите. Нужно записать стендап. Ну, я надеюсь, с своим заданием справилась. Вот так эмоционально ярко прошло наше обучение. Сегодня здесь, правда, чувствую обратную связь. То есть я не просто какой-то лектор с трибуны выступающий. Я чувствую партнеров, чувствую коллег, которые тоже с такими же проблемами, как и я, сталкиваются. У которых такие же мысли, такие же чаяния, такие же надежды. И которые заинтересованы, задают вопросы, заинтересованы в развитии, впитываются как губка и даже отдают многое очень. А показать, как это все было, мы смогли благодаря нашим операторам, которые все это снимали. За кадром осталось еще много профессиональных секретов и фишек. Как мы их будем применять, увидите в эфире. Раз, два, три!